По поводу долгов, на что бы я обратил внимание, по крайней мере, когда у меня были долги, каким образом я действовал. Первое, это составляем список долгов, и здесь, соответственно, в списке долгов очень важен вопрос, связанный со сроком погашения структуры кредитного платежа. Аннуитетный или дифференцированный платеж, то есть вообще для заемщика более выгодный дифференцированный платеж. Практически никто сейчас в России не выдает кредиты дифференцированные, выдает аннуитеты. Потому что аннуитет это равный платеж, то есть вот тебе говорят, у тебя кредит на 60 месяцев, и ты 60 месяцев выплачиваешь равными частями. Дифференцированный платеж, тебе говорят, что у тебя есть долг и есть проценты. И ты вначале платишь много денег, потому что там получается и проценты, и долг достаточно большой, но так как долг списывается равными частями, то есть в аннуитете списывается сначала проценты, потом долг. В дифференцированном платеже, соответственно, списывается фиксированная сумма долга и проценты. Так как сначала сумма долга высокая, то у тебя первые платежи больше, потом они становятся все легче, 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 легче. Почему банки перешли на нуитетные платежи? Потому что если вы возьмете любой платеж от банка, схему платежа, там вы увидите, что 98-99% платежа первых платежей, это погашаются проценты, и там в лучшем случае 5% это тело кредита. То есть у тебя проценты всегда как бы большие. Ты вроде бы внес очередной платеж, но у тебя тело кредита практически не уменьшилось. От слова совсем. И поэтому у тебя начисляются гораздо более высокие проценты. Ладно, что важно, это соответственно указание стоимости этого кредита, то есть сколько, мы идем по удорожанию. Льготный, ипотечный, просто ипотечный, льготный автокредит, автокредит, потребительские кредиты, посткредитование, самые дорогие, соответственно, кредитные карты. У кого-то, может быть, используют микрофинансовые организации, там самые-самые дорогие. То есть мы, соответственно, смотрим, какова стоимость обслуживания кредита. Сначала просто выделяем, сколько процентов в договоре прописано. На самом деле через госуслуги в любом бюро кредитной истории можно запросить отчет. Там будут указаны все кредиты, которые есть у человека, там будут указаны все ставки процентов, и указаны будут в том числе и размер ежемесячного платежа, насколько регулярно, нерегулярно он выплачивается. Соответственно, делайте просто табличку. У меня есть вот такие краткосрочные кредиты, такие долгосрочные кредиты. Долгосрочные кредиты, все кредиты, которые больше, чем на 7 лет, краткосрочные до 7 лет. Кто-то может там до 5 лет указать, да, то есть градацию вы проводите сами. Берем самые дорогие кредиты, они в приоритете. То есть чем дороже ставка кредитования, чем выше ставка кредитования. Их гасить нужно первоочередным образом. Можно попробовать все дорогие кредиты. К дорогим кредитам относятся кредитные карточки, потребительские кредиты, все, что с этим связано. То есть везде, где ставка больше 25%, их можно объединить в единый кредит с более низкой процентной ставкой и увеличить срок кредитования. Почему это важно? Потому что когда вы объединяете, во-первых, можно снизить процентную ставку, раз, два, увеличение срока кредитования все равно приведет к снижению ежемесячного платежа. Ключевым в быстром погашении кредитов является количество денег, которое можно направить на погашение основной суммы долга, тела долга. И вот рекомендации, которые я даю, это выписать все кредиты, выписать сроки, выписать стоимость обслуживания, посмотреть краткосрочные кредиты, как правило, они будут наиболее дорогие, какие и самые дорогие, упаковать их в один среднесрочный кредит, увеличить срок кредитования, снизить ежемесячный платеж с тем, чтобы получается, что вы таким образом получите. Получите, уменьшите кредитную нагрузку, уменьшите стоимость обслуживания кредита, увеличите срок кредитования, уменьшится ежемесячный платеж, и потом, соответственно, можно идти, сначала гасим вот эту получившуюся разницу, мы сначала гасим наиболее дорогие кредиты, они, соответственно, достаточно быстро закрываются, и туда уже не нужно будет погашать ежемесячные платежи. И получается, что начинает очень сильно расти ежемесячная сумма денег, которой мы можем покрывать кредиты. И чем более дорогие кредиты мы закрываем, тем быстрее они закрываются. Из отчета в бюро кредитных историй, опять-таки, можно посмотреть, люди же не в вакууме живут, у них есть кредиты, которые были взяты раньше, у них есть кредиты, которые были взяты позже, а они как бы по инерции продолжают платить. Вот сколько платили, столько и платят. И здесь может получиться таким образом, что где-то платеж может быть достаточно большой, но там получается уже большую часть денег, платежа ежемесячного, проценты уже банку выплачены. То есть банк свое уже получил, по статистике в России это составляет где-то 28-36 месяцев. И вы сами, наверное, тоже это замечали, что когда проходит от 2,5, может быть, до 3 лет, 5-летних кредитов, банки начинают звонить и предлагать рефинансирование. Они могут автоматически увеличить лимит по кредитной карте. Если у вас есть потребительский кредит, то они приходят и говорят, а не хотите ли вы взять на 30% больше новый кредит, рефинансировать предыдущий кредит. Почему? Потому что по прошествии от 2 до 3 лет при 5-летнем кредите порядка 70% прибыли банку по процентам должник уже выплатил. Когда переваливает экватор по сроку выдачи, получается, что должник в это время начинает основную сумму, то есть долг начинает гасить. И банки всегда, вы даже по отчету из Бюро кредитных историй сможете это увидеть, вы увидите, что банки, как только у них размер долга сравнится с размером процентов по кредиту, они тут же делают запрос, они проверяют в Бюро кредитных историй вашу кредитную нагрузку и делают вам спецпредложение, и спецпредложение от 30% до 100% может быть увеличение ремита кредитования или новый потребительский кредит на более выгодных процентных условиях плюс кредитная карточка, это поступает автоматически, они запрашивают. И здесь люди тоже начинают попадать в рабовушку, как только они начинают из этой кабалы выбираться, только-только-только, имбанк хопаньки, а не хотите ли? Ну мы, конечно же, хотим, особенно когда посмотрим вот это видео, у нас есть очень много низкоранговых целей, которые хочется достичь. И таким образом, ну у меня, наверное, составило это порядка двух с половиной лет, когда была непростая ситуация финансовая, сначала рефинансировать, потом достаточно быстро погасить все кредиты, да, то есть выйти с какого-либо загруженности кредитной. Ну то есть опасность кредитной карты как раз заключается в том, что ты тратишь деньги, которые тебе не принадлежат, ты не создал достаточной потребительской ценности, ты забираешь у самого себя в будущем, но дело в том, что когда ты будешь в будущем, ты сам будешь другой человек, у тебя будут другие ценности, у тебя будет другое окружение, у тебя будут дети, у тебя будет семья, у тебя будут престарелые родители, о которых нужно задумываться, да. И вроде бы я, у меня все хорошо, у меня зарплата растет, располагаемые доходы тоже увеличиваются, да что такого, ну потрачу там несчастные 50 тысяч рублей. Но опять-таки опасность, в принципе, кредиты заключается в том, что так как платежи идут ежемесячно, человек начинает стремиться к ежемесячной стабильности. А стремление к ежемесячной стабильности, это стремление к отсутствию риска, связанного с ростом или падением твоего дохода. Минимизация риска потери дохода постоянного, ну представь, там, не знаю, есть человек, да, у него там уровень долговой нагрузки 70% своего дохода он дает в кредит, ну за кредит и выплачивает. И работодатель может с этим человеком делать что угодно. И вывести его в неурочное время, и штрафовать, и заплатить, и оскорблять, и еще что-то, да. И человек будет это терпеть, потому что ему нужно погашать кредит, потому что не погашенный кредит, это же страшно. И поэтому получается, что мы здесь очень серьезно, начиная сами себя ограничивая в свободе, выбора, чем я занимаюсь, когда я занимаюсь, просто цифры, потому что тебе сегодня захотелось, ну чего такого, ну кредитная карточка, ну потратила я. Здесь вопрос в том, что кредиты тоже разные бывают, и кредитные карточки в том числе. У нас люди отсутствуют финансовой грамотности, они не знают, как этим распоряжаться. То есть если ты в пределах зеленого лимита, там, это все делаешь, да, грейс периода, где проценты никакие не начисляются, и ты можешь этим распоряжаться, и ты можешь этим управлять, у тебя соответствующая дисциплина, да. У тебя 60 дней льготного кредитования, при прочих равных условиях 60 дней, да, на фонды ликвидности можно получить там 14% годовых, то есть ты можешь в пределах лимита по своей карте на этот лимит зарабатывать там ставку депозитов. Да, привлекательно, но то есть у тебя есть период, ты знаешь, что тебе приходит определенная заработная плата, половину из нее ты можешь просто положить на депозиты, получать или купить лки у детей. Но вопрос дисциплины, самоорганизации, а не выйдешь ли ты это? Как только вышло, все, начали начисляться проценты. А у нас вообще у людей с дисциплиной очень плохо, поэтому лучше воздержаться, на мой взгляд.